Но после беседы про академика Фоменко и его подельника Носовского поступила масса запросов осветить творчество Михаила Задорнова. В последнее время Михаил Задорнов прославился псевдодокументальным фильмом про Рюрика. Ты его смотрел? К несчастью. Я смог одолеть половину первой серии. А я смог одолеть всего Рюрика и 2 с лишним часа фильма про Олега. Я надеюсь, ты смотрел как Одиссей, привязанный к мачте, нет? Во-первых, я заставил своих учеников смотреть, чтобы они мне выписывали наиболее… Ты изувер! Ну они, в конце концов, должны же постигать всю сложность нашей жизни. Ну и так, вот писатель-юморист, я не знаю, как его правильно назвать. Сатирик, вроде бы. Сатирик, юморист, да, занят историческими изысканиями. С его точки зрения это исторические изыскания. Что же мы видим в этом замечательном фильме? Ну, во-первых, видимо, там многое, и вообще-то я не хотел касаться этой темы, потому что оно настолько далеко вообще от истории, от ото всякой. Когда Михаил Николаевич рассказывал свои замечательные лингвистические изыски со сцены, было даже интересно, потому что в этом есть какое-то такое благородное постмодернистское безумие. Ну а вот тут у нас вышел на экраны фильмов один фильм, потом второй, поэтому невозможно просто обойти вниманием. Я считаю, что нас спрашивают правильно, потому что вот это уже внедряет личинки в мозг. Нужно как-то с ними бороться. С твоего позволения я начну методологически с фильма «Рюрик», потому что он вышел всё-таки, по-моему, в 2012 или 2013 году, т.е. довольно давно. Про него много писали очень в интернете, и поэтому посекундные я, с твоего позволения, его разбирать не буду. Просто отмечу, так сказать, его... Крупными мазками. Методологические моменты именно основные, научные в кавычках, приёмы, которые использует Задорнов. А вот свежий фильм про Олега уже можно будет с цитатами разобрать. Так. О, чему посвящена картина. Как несложно догадаться, такому свежему направлению отечественной науки, как спор норманистов и анти...